Психологический закон, в который получился закон одной и десятитысячной. Суть этого закона заключается в том, итак, тезис, смотрите, наш мозг перегружен информацией. Мы объедаемся информацией. Мы настолько поглощаем много единиц информации, что фактически это приводит к информационной усталости. Поэтому мы не можем отслеживать информацию. И вы знаете, ребята, природа нас как-то немножечко щадит, жалеет. А как она жалеет? Одна единица информации остается у нас в сознании, вот то, что мы видим. Ну, мы и сами выбираем, что является за нас. А десять тысяч единиц информации, мелких единиц, во что одеты телодвижение, запах человека, настроение, эмоции, они попадают в подсознание. Таким образом, посмотрите, как человек воспринимает информацию. Он воспринимает человека то, что он говорит, а десять тысяч единиц информации, верить или не верить, что это за информация? Он считывает посредством своего подсознательного, во что он одет, как он это сказал, с каким настроением, с какими жестами. Помните психологом, известного психолога, который получил, который говорил, что на восприятие информации люди лишь только на семь процентов доверяют словам. На тридцать пять у них там идет интонация, вот с мимикой, а пятьдесят пять это жесты, это какой-то контекст, это какая-то энергетика, которая исходит от человека, харизма, как мы говорим. Дорогие мои коллеги, и так, цель игры заключается в том, что нами легко манипулировать. После того, когда мы проиграли эту игру, мы обращаемся к этому закону одной десятитысячной. И мы говорим, вы посмотрите, когда люди сейчас в этой игре вот так вот сдались, вот так вот за конфетку, я их начала раскручила, у меня уже чисто на таком маленьком моменте появилось какое отношение, что этими людьми можно манипулировать. Они мне дали месседж, что ими можно манипулировать. Исходя из таких мелких, как бы, вещей, из предиката словеса, я не знаю, я не уверена, исходя из такого покладистости, исходя из суетливости человека, я уже, если не психолог, ну, Эмилия скажет, что да, это сейчас не уверена, а если не психолог, он подсознательно считает, что я не знаю, но этот человек ими можно манипулировать. Дорогие мои коллеги, посмотрите, приговор по закону десятитысячной заключается в том, что любой человек, принимая решения, основывается не только на осознаваемой информации, сколько он принимает решений, основывается на вот тех десятитысячных информаций, которые ему попали в осознание. Почему? Потому что психологи говорят, что то, что мы контролируем, то нами управляют, а вот то, что мы не осознаем, оно уже нам не управляет. Вот то, что мы контролируем, управляем мы, а вот то, что мы не осознаем, управляет нами. Дорогие мои коллеги, закон одной десятитысячной цели – показать, как нами могут манипулировать, даже голосом, даже интонацией, даже такой наглостью, безапелляционностью. Вы знаете, об этом знают все. Вы знаете, достоверные источники сообщил. Простите, а что, вы еще об этом не знаете? Странно. Работа в киноискусстве, понимаете, это все элементы манипуляции, да, вроде какого-то, ничего такого не сказано, но в этих предикатах уже человек чувствует себя. Вот именно так, как я хочу показать, что человеком можно манипулировать. Это первая цель. Вторая цель. Ребят, у нас педагогическая. Я говорю педагогам, ребят, у нас медиаграмма. Нам очень важно людей переубедить, переориентировать. Очень многие вещи мы должны немножечко изменить, да, вот отношение к фейкам, отношение к информации. Это поле, которое является полем моей компетентности. А вот, учитель должен быть экспертом. Учитель должен быть экспертом. Поэтому, если ты в этой ситуации показал себя как человек немножко неуверенный, то запомни, что многие твои факты переубеждения могут не рассыпаться. Учитель должен быть харизматичным. Учитель должен быть уверен в себе, уверен в той информации, которую ты делаешь. Вот это тоже игра на... Это две цели она преследует, и я ее так вот именно интерпретирую. Итак, первая физиологическая, ну это у нас уже третья физиологическая концепция. Это закон одной десятитысячной. Следующая концепция, дорогие мои коллеги. Дело в том, что некоторые, готовя какую-то информацию по отношению к слушателям или по отношению к своим ученикам, иногда забывают о коммуникативных фильтрах или о порядке коммуникативных фильтров, через которые эта информация проходит. Ну вот посмотрите, особенно эта концепция важна для людей, которые передают информацию публичную, а именно для нас учителям. Когда мы готовим какой-то урок, какую-то презентацию по этим же фейкам, антифейкам, по этим же текстам, то мы самое главное, мы же люди очень ответственные, то мы самое главное заботимся о содержательной части информации. Мы структурировываем какие-то факты, мы говорим о том, что чем качественнее информация будет с нами собрана, тем легче она дойдет до тряса. То есть первый фильтр, который мы ставим на первое место в передаче информации, это фильтр «Что сказать?» на самом деле для того, чтобы твоя информация получила правильную тебе интерпретацию, фильтры распределяются, посмотрите, следующим образом. Итак, первый фильтр, который позволяет тебе убедить кого-то, доказать свою точку зрения, это фильтр «Как?». И по закону одной десятифизичной я вам это уже продемонстрирую. Как сказать? Добрый день, уважаемые люди. Как со мной говорят люди, которые воспринимают информацию? Первое. Не слушают то, что я говорю. Как со мной разговаривают? Уверены, не уверены? Какая дикция? Позитивно, негативно, пугливо, нервозно. Первый фильтр «Как?». Если первый фильтр «Как?» пройден нормально, то есть да, нормально, и говорит красиво, и убедительно, то дальше тебя готовы слушать. Дальше. Они говорят, ух ты, а кто это? И начинают, ну это вот Тамара, она написала учебник, или там пишет учебник. Это там Татьяна, она организовала свою, знаете, как столько фильтр «Как?» пройден, люди начинают, слушай, а кто он? А куда? Кто он? А дело? Люди начинают все капаться, интересоваться статусом. Поэтому, мои девчонки, будете вы трижды профессорами, но народ сейчас настолько перееденный, объеденный этой информацией, что он, все свои легалии, он это пропустил к мне по уши. Ты должен вам сначала доказать вот эти два фильтра. И только потом он тебя готов слушать и воспринимать. Это очень ответственная вещь. Как? Кто со мной говорил? Третий фильтр. Для того, чтобы информация дошла до адресата так, как надо, чтобы ей поверили, чтобы она убедила. Дорогие мои, это или фильтр зачем, или фильтр мотивации. Ребята, медиаграмотность, она невероятно важна в нашем мире. Ну, вы скажете, я говорю, я прием в монологии сходу. Ну, а зачем она важна? Я что-то не медиаут, я что-то не могу сам разобрать. Первое. Медиаграмотность нам важна, потому что в поле информации мы говорим о том, что сейчас неважно взять информацию, достать информацию. Информации много, она доступна. Сейчас на первом месте вызывает, какая информация мне нужна. Поэтому вот именно какая информация тебе нужна для дальнейшей твоей успешной деятельности, вот это медиаграмотность. Медиаграмотность тебе важна для того, чтобы быть конкурентоспособным. На рынке ты работаешь с текстами, ты работаешь с журналистами. Понимаете, да? Фильтр зачем? Любую программу, которую я начинаю с тренингов, я слушаю, я всегда говорю, ребят, вот эту методику вы будете использовать, тогда проводите презентацию. Вот эту методику, когда вы послеснежно в каждую игру объясняете, где что, как ее проводить. Помни, вчера мы по программе с вами говорили. Вот это был фильтр зачем? Люди, в чем прагматично воспринимают знания, они готовы тебя слушать, только тогда, когда ты скажешь, ты заработаешь на этом деньги. Или ты получишь работу, ты получишь определенную там компетентность, которая повысит твою значимость как эксперта. Ты говоришь, только тогда они тебя готовы слушать. Твои балочки никто не будет слушать, если ты мне скажешь, где ты заработаешь на них денег. Все, вопрос закрыл. И детям, студентам, и учителям, и кому угодно. Нас интересуют животные инстинкты. Быть значимым и закрыть свои материальные программы. Что не так? Быть значимым и закрыть свои материальные программы. Это зачем? Поэтому дети будете там, да там, да сто, да в том, да в том. Это программу включишь, это презентацию, это тренинг проведешь, это ты с журналистом, это то. Все, тогда будут есть информацию. Нет, никто не будет есть информацию. А вот только потом что? Прикол, да? А мы думаем, так, я вот такое соберу и да-да-да-да. Как оно, девчонку пристроить, куда, что, как? Не проходит. Вот так информация выпала. Вот эти четыре фильтра. Вообще ужас, да? Я, когда рассказываю.